МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представили свои столы на этой ярмарке. На столах можно увидеть все, что только пожелаете. От продуктов питания до средств воспитания, и посуда, и саженцы, и книги, и игрушки, и что-то, сделанное своими руками. Очень много у нас консервации. Как профессиональные ярмарочные зазывалы, заводчане привлекают внимание покупателей, кто чем может. Вот работники оборонного завода в роли коробейников, а здесь яркие народные костюмы и песни под гармошку. Чтобы вышла красная дева с черными бровями. Представляем 11-й цех, участвуем в ярмарке первый раз. Решили удивить, и, похоже, удивили. Пекли блинчики, уже все разобрали. У нас пирожки у нас были, тоже разобрали. Варенье, ну, соленье, цветы, всякое разное. Но старт не был бы стартом, если бы его сотрудники не проявляли творчество. Во всем. Причем иногда весьма специфичного. На доброй ярмарке можно было приобрести даже образцы изделий оборонного завода. У нас есть уникальный просто, как его даже можно назвать, экспонат. Это даже не товар. Это противотанковая управляемая ракета «Хризантема-С». Конечно, не в натуральную величину, это всего лишь макет. Но, как подходил к нам Сергей Юрьевич Байдаров, говорил, точно такая же у меня на столе. Поэтому, кто сегодня приобретет этот макет ракеты, тот, я думаю, почувствует себя почти на равных с директором завода. Руководство предприятия всегда поддерживает инициативу молодежи. У нас прекрасный совет молодых работников. Это уже вот пятая ярмарка благотворительная. Все средства, собранные, вырученные от этой ярмарки, идут на лечение больных детей. Поэтому мы всегда с удовольствием поддерживаем любые инициативы. Впрочем, специфика предприятия накладывает отпечаток и на общественную жизнь заводчан. Во время благотворительной доброй ярмарки работа на старте не замирает. Завод работает. Это же конец рабочего дня, пятница. Поэтому завод работает, производит продукцию, но это не мешает совершенно. А наоборот, люди отработают с двойной силой на рабочих местах. В доброй ярмарке участвуют не только работники завода, но и постоянные гости благотворительной акции. Десятки покупателей привлекла выставка продажи изделий, созданных участниками и друзьями автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг «Зата. Единая семья». У нас прихватки, если вы увидите, это у нас дети, которые посещают конституцион. Это дети с ограниченными возможностями. Вот они сделали прихватки для этой ярмарки. У нас мама, которая является мамой ребенка-инвалида, она тоже постаралась. Она сделала цветы из изолона, которые мы тоже здесь продаем. Как всегда, мы стараемся удивлять чем-то новым. И очень приятно, что родители других детей с ограниченными возможностями стараются помочь и откликнуться на чужую беду. Эти и все другие товары пользовались большим спросом. Практически никто не ушел с доброй ярмарки с пустыми руками. Купила цветок для украшения, для декора. Тем самым поможем на лечении детей. Ленежки насобирать. Благое дело делаем. Помидору у нас на даче нет. Дачи нету, я купила здесь. Буду очень есть и людей хвалить. Это кактус. Приобрели на доброй ярмарке. У меня просто коллекция кактусов на рабочем месте. Я вот себе в коллекцию решила пополнить. У нас имбирный пряничек. Здесь очень много, как всегда, представлено и выпечки, и цветов, и каких-то хендмейт изделий, одежды, всевозможных игрушек. Поэтому каждый, я думаю, на свой вкус найдет то, что ему будет по душе. А пряничек попробовали? Пока еще нет. Бережем. До вечера. Нагуливаем аппетит. Купила. Вот, патиссон красивый. И печеньки домой. Добрая ярмарка стала уже традицией. Десятки тысяч рублей жертвуют заводчане на лечение тяжелобольных детей. Вся выручка от продажи товаров, а также пожертвования, собранные в ходе ярмарки, передаются в городской благотворительный фонд «Дарва благо». Вклад сотрудников производственного объединения «Старт» в копилку седьмого общегородского благотворительного марафона «Добрый Заречный» уже составил около 147 тысяч рублей. Станислав Корякин, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».